Кришна 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 Ра-ма, 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 Прива-ма! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В течение двух-трех дней они определились с пониманием, что это является то, что происходит в Украине, адхармы, агрессия и то, что противоречит всем священным писаниям. К сожалению, нам потребовалось 15 месяцев для того, чтобы прийти к этому пониманию. И я думал, причины, почему, имея такую возвышенную философию, такие удивительные примеры, мема Хадхара, мы запутались фактически в двух соснах. И ответ, ну, мой мысль — это один, что мы чрезмерно считаем себя возвышенными, мы чрезмерно думаем, что у нас очень высокий уровень, уровень Уттаматхикари, что мы равно относимся ко всему, что всё это материально, что Дух вечен, а материя — время. Но это Кришна не приветствует. В 18 главе Бхагавадгиты в 7 тексте Кришна говорит, что преждевременный отказ от деятельности, материальной деятельности, от выполнения своих обязанностей, он называет это отвлечением в Тамагуне. То есть иногда кажется, что мы на высоком уровне, но Кришна говорит, что нет, это Тамагуне в чистом виде. И когда Шрилу Прапупаду спросили, он в Бомбии провёл очень прямую лекцию, он всё назвал своими именами. Браманическая лекция — это очень прямо, очень чётко, очень искренне говорить всё, что соответствует священному писанию. Не петлять, не вилять. Он назвал всё своими именами. И подошёл индус и сказал ему, что же вы с вами так ведёте себя, почему же вы так всё однозначно говорите. Садху он равно относится ко всему, он выше всех этих материальных обусловленностей. Шрилу Прапупаду ответил, говорит, о, это очень высокий уровень, у меня такого уровня нет. Для меня Дхарма и Дхарма не одно и то же. Дхарма и Дхарма не одно и то же. Если мы научимся оперировать шастрами, если мы поймём, что читание Шритамрита дана нам для того, чтобы практиковать это внутренние процессы, которые должны происходить. Это санатана Дхарма, это сокровенные вещи, которые происходят у нас в сердце. Но с внешним миром мы должны контактировать на основе Бхагавадгиты. Бхагавадгита описывает Дхарму, это то, что мы должны делать. И Бхагавадгита — это ориентир, на который мы должны равняться в отношении к материальному миру, к социуму. Мы не должны имитировать, если мы запутаемся, если мы не поймём, что у нас два крыла. Духовный мир прилетает при помощи двух крыльев. Санатана Дхарма и Дхарма. Если что-то вылетает, то происходят проблемы, мы не попадём туда. И очень важно, что если мы не дадим отчёт, не проанализируем события, которые произошли, сделали выводы. Потому что дети войны всегда очень быстро взрослеют. То есть мы должны научиться сделать выводы из тех ситуаций, которые происходили. И это должно привести к тому, что у нас должно измениться сердце. Была очень интересная история, она очень поучительна. Суфийский учитель, у них был ретрит, и у него было много последователей. Они сидели в горах и разбирали свои шастры. И в это собрание пришёл один царик, который был очень... Он что-то искал, он выделялся из всех. И он подошёл, спросил, говорит, тебя все слушают, наверное, ты тут самый умный. Он ответит мне, говорит, помоги мне, говорит, у меня, говорит, я потерял двух баранов. То есть я пас, и вот они отбились от стада. Он, говорит, этот царку проявил к нему сострадание, сказал, садись, просто слушай. Слушай, что мы говорим, а в конце лекции я тебя найду. И потом что произошло? Он постоянно напоминал, ты помнишь, что ты мне обещал? Он говорит, помню. И в конце он говорит, хорошо. А теперь я, говорю, задаю три вопроса своим последователям и своим ученикам. Он первый вопрос, говорит, кто не испытывал уважения к своим родителям? Кто не любил своего отца и мать? И один человек поднимает руку и говорит, я, говорит, трансцендентен, я духовная душа. Всё это материальное отождествление, материальный мир временем. Я не имею ничего общего. Мы подобны с этими личностями. Мы подобны соломинкам, которые периодически сталкиваются в океане, в какой-то промежуток времени пребывают вместе, и потом следующая волна разбрасывает нас в стороны. Поэтому я не испытываю никаких ощущений. Я трансцендентен, я духовен. Он говорит, замечательно, молодец, садись рядом со мной. Он задаёт второй вопрос, кто не любил женщин. И один человек поднимает и говорит его последователям, я духовная душа. Я, мне этот материальный мир не имеет со мной ничего общего. Тело — это набор слизи, костей, хрящей, плазмы и всего, говорит. Поэтому я выше всего этого. Он говорит, замечательно, садись рядом со мной. И потом он задаёт третий вопрос, кто не любил Родину. И поднимает ещё один человек и говорит, да, говорит, я сегодня, я духовная душа. Я выше всех этих отождествлений. Сегодня я украинец, завтра я буду мусульманином где-нибудь в какой-то мусульманской стране. Потом я буду американцем, поэтому ещё это цереда явлений бесконечных. Поэтому я не привязан и не испытываю ни уважения, ничего. Я выше всего этого. И он говорит, замечательно, садись рядом со мной. Потом он обращается к этому старику. Он говорит, старик, я тебе обещал найти двух баранов. Он говорит, да, я тебе возвращаю в Украину. Люди, которые не могут любить, которые не испытывали любовь, ни к семье, ни к своим родителям, ни к своим близким, ни к Родине. Он говорит, они не способны получать Диви Агьян. Они не способны понять, потому что духовные знания можно получать только тому, у кого мягкое сострадательное сердце, пара Духа Духи. И вот вайшнавы, которые погибли, которые оставили такую цельную человеческую жизнь преданных, у них было очень сострадательное сердце. Они не могли приносить страдания других живых существ. И это то, что отличает нас от обычных материалистов. Преданный не может видеть и поставаться равнодушным, когда происходит Адхарма. И надо также понять одну вещь, что успехом в практике йога является умиротворённый ум, результатом. Успехом в практике гьяна йога является отречение. А успехом в практике бхакти йога является мягкое сострадательное сердце, которое не может видеть страдания других живых существ. И также хочу сказать одну очень интересную вещь, на мой взгляд. Последовательность рождения пандавы. Первый официально родился Юд Кишкира. Он символизирует Адхарму. Вторым в этот мир пришёл Бима. Он символизирует силу Верховной Личности Бога. И это очень важно. Адхарма, духовные знания, без поддержки силы, они не несут никакой силы. Почему? Потому что ракшицы и асуры, они не принимают, они насмекаются над теми, кто практикует духовную практику. Поэтому ващнавы, те, которые нас сейчас защищают, благодаря которым мы сейчас здесь собрались вместе, и те, кто оставил этот мир, это великие души, очень редкие. И на принципе моряды благодарности построены духовный рост и материальный рост. Если мы не научимся выражать благодарность, то нам грош цена. Мы тогда не просто преданные, мы просто обычные имперсоналисты. Преданные. Я зачитаю имена преданных в первую очередь из нашей Адры, которые в данный момент находятся на фронте и защищают нас. Я думал, их 3-4 человека. Мы немножко пообщались, мы насчитали уже 10 человек. Я просто назову их фамилию для того, чтобы мы выразили им благодарность. Ершов Максим, младший сержант, разведка, пехота. Андрей Никифоров, это офицер снабжения. Нестеренко Евгений, это механизированная бригада, наводчик БМП. Белых Николай Андреевич, сын Яшода Гопи, военный фельдшер. Ямпольский Александр Михайлович, это Ананда Махарадж, это ремонтные части. Его сын, данные уточняются, он нацгвардии с первых дней войны, уточнил. Тхира Лалита, это наш преданный, который из Днепропетровска, многие его знали. Он сейчас, он с самого начала войны, на нуле, во всей гуще событий. Егор, муж Прямалаты, все его так же знают. Потом Садача и Матья Пандала, подполковник, офицер противовоздушных сил Украины. Это те люди, которым мы должны безмерно быть благодарными за то, что мы практически живем без особых проблем. И также я сейчас зачитаю именно 19 преданных, которые оставили этот мир, защищая Дхану. Индупатий Прабу, Запорожье, загинув в 2015-м. Максим Бачинский, место Днепро, загинув в 2017-м. Ярослав Гопик, Харьков, загинув в 19.08-2022-го. Бандаренко Денис, Судама Прабу, Запорожье, загинув в 01.04-2022-го. Богдан Гопик, Харьков, загинув в 17.04-го 2022-го. Руслан Чаплинский, место Смила, загинув в 20.04-го 2022-го. Александр Пинчук, Ривный, загинув в 02.05-го 2022-го. Вячеслав Мищенко, Житомир, загинув в 16.05-го 2022-го. Максим Квапиш, Каменец-Подильский, загинув в 26.05-го 2022-го. Максим Сираж, загинув в 13.07-го 2022-го. Дмитро Шаповал, Гловчанск, загинув в 19.07-го 2022-го. Тимур Крилевец, Херсон, загинув в 21.08-го 2022-го. Василь Куцый, Ивано-Франкист, загинув в 09.09-го 2022-го. Юрий Вояновский, Николаев, загинув в 20.09-го 2022-го. Константин Антонцев, Каменецкий, загинув в 0.06-го 2022-го 2022-го. Егор Сергеев, Краматорск, загинув в 21.10-го 2022-го. Олег Рашкевич, Бравары, загинув в 25.02-го 2023-го. Евгений Голова-Вахин, Калки, загинув в 04.04-го 2023-го. И Сергей Назарчук, Полтава, загинув в 02.06-го 2023-го. И когда мы выставили объявление о том, что буду Ягья, ягья, открытый имя, Одна, видана, задаваясь, разыскала виданных и посыла предать, что ее брат, его имя, Сунусик Игорь Павлович, он не был активным преданным, но он хорошо отзывался о преданных, он понимал дхарму и дхарму, и он мог не идти, у нее были хронические болезни, но он настоял, добился того, чтобы пойти защищать харму, и также погиб 17.06.2022-го года. И вот она очень просила для нее это жизненно важное, чтобы преданные вспомнили его. И это не все, это только те, кто мы знаем. Поэтому вечная память, мы в вечном долгу перед этими преданными. Слава героям. Я что-то помарку считаю. Слава героям дхарму. Я хочу еще добавить, родственник наших преданных, Анатолий Матезюлили, Джепа Игорь, также он на фронте 9 дней назад оставил тело. Да, это неточные данные, их гораздо больше. Поэтому прославим наших героев. Пронесем вам... Продолжение следует... Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, 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 Х Рама, Харе, Харе. Рама, Харе, Харе, Харе. Рама, Харе, Харе, Харе. Рама, Харе, 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 Харе. Рама, Харе, Харе, Харе. Рама, Харе, Харе. Рама, Харе, Харе. Рама, Харе, Харе. Рама, Харе. Рама, Харе.